Продолжит выпуск сюжет нашего спортивного корреспондента Марии Косолаповой. Здравствуйте! Сегодня расскажем о главной спортивной новости последних дней. Двух серебряных медалях чемпионата мира по боксу 2013, которые завоевали в казахстанской Алма-Ате белгородец Евгений Тищенко и старосколец Владимир Никитин. Для нас большая честь была завоевать медали для Белгородской области. В любом случае, это ценные для нас медали. Мы впервые выступили на таком высоком уровне и стали серебряными призерами. У нас в движении Володя выполнили нормативы дослуженных мастеров спорта России. Сейчас будут обраться документы, направляться в Минспорт. Ну, в следующий раз соберемся, когда идут уже честное спецсвоение. Поздравляли земляков с громкой победой на официальной пресс-конференции, которая прошла сегодня в областном центре и которую спортсмены пожелали сделать открытой. А потому в зале не то, что не было пустого места. Друзья и поклонники стоя ждали своей очереди, чтобы поблагодарить боксеров за их достижения. Хотел бы поздравить всех. И руководящий состав, и боксеров. Это огромная проведена работа. И то, что сегодня у нас два финалиста, один призер, это очень большое достижение. А дальше будет больше. Ребятам успехов. Я думаю, что наш дивизион чемпионов скоро пополнится еще. Также на пресс-конференции обсудили вопросы, связанные с некорректным судейством в отношении белгородских спортсменов. Преобладало мнение, что только из-за подсуживания соперникам судьи лишили наших боксеров золота. А потому твердо уверенные в своей правоте белгородцы уже назначили время и место матча реванша. В мае следующего года итальянская сборная по боксу предстоит подтвердить свое преимущество над нашей командой уже в Белгороде.